В Воронеже подожгли поддоны, ну, как обычно, потом занялись склады, короче, пожар на полутора тысячах метров сгорел в складских помещениях, и пишут, Россия бомбит Воронеж. Ну, так и есть. Поселок Казачий, Алтайский край, операция Примус, огромная пилорама, тысячу метров сгорела в поселке Визовая или Визовая, да, Челябинской области, операция Примус, сгорели пилорамы, и сторожки какие-то, комары летают. Трансформатор взорвался в Чите, трансформатор взорвался в Воронеже, и еще где-то, ну, в общем, достаточно много в Московской области, или взорвется в Московской области, я, честно говоря, забыл, да, то ли взорвался, то ли взорвется. Ну, завтра узнаем, я погуглю. Вот. И горит алюминиевый завод, Кемеровская область, в Челябинской области горит метчелл производственное объединение, металлическое. Видите, алюминий, металл, железо, в смысле, горит. В Челябинской области группа Магнезит, да, произошло крупное возгорание строительных материалов. Ну, классика, да. Красный гор, Косомарская область, полыхают склады, Мурманская область, ангары какие-то сгорели, повреждены четыре железнодорожных вагона, и еще что-то там сгорело. В Ярославле электровозремонтный завод, да, и это он уже там 150-й раз, вот, Андрей пишет, уже со счета сбились, сколько раз его поджигали, да, действительно. И на этот раз сгорело несколько сот метров. То есть, жгут, жгут, никак не дожгут. В Колодецном переулке Москва загорелось здание военкомата, в Обнинске, Калужской области подожгли какой-то пункт заказов, а рядом военкомат. И вот по одним сведениям военкомат все-таки загорелся, а по другим наши соратники говорят, что не загорелся, потушили. А все по классической схеме, то есть, запалили коробки и так далее. Так, в поселке Новоголубево Калининградской области производственный цех сгорел, Калининград начал гореть нормально. То есть, вначале как-то все было хуже всех, а сейчас по полной программе. Молодцы. Змеиногорск, Алтайский край, сгорели какие-то магазины, склады и так далее. Ну, несколько сот метров. Деревня Сухова, Кермеровская область сгорел. Фельдшерский, Акушерский пункт, что-то они начали пачками гореть. Вроде мы как бы не активировали людей на эту тему. И может просто не знать, что поджечь. В Забайкале 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. И мы, честно говоря, не имеем информации. В какой причине? То ли по поводу связи с изношенностью путей, то ли кто-то спустил. И то, и другое вполне вероятно. Вот в Подмосковье 6 поездов задержаны. Произошла диверсия на железной дороге. Это официально подтверждено. Экстренные службы подтвердили. Выгорели там кучу всяких шкафов. Ну, все нормально, все как всегда. В Саратове отменили запуски шаров на праздники выпускников. То есть теперь не веселятся с шарами на последнем звонке. Дрон упал в Подмосковье рядом с промзоной. На участке под Люберцами. Все очень сильно испугались взрывчатки. Там не было обнаружено. И прошу еще тех людей, которые могут быть операторами дронов. Да, бытовых простых тоже откликнитесь. Пожалуйста, я пообщаюсь с вами в субботу. Очень, очень нужно. На Кольской АЭС по непонятным причинам автоматика отключила Энербогоблок номер 3. Причины понятные, мы о них хорошо знаем. Это хакеры, да? Это хакеры, которые смогли внедриться и дать неправильные команды. Я понимаю, что, наверное, это такое опасное развлечение. Но на сегодняшний день это не опаснее того, что Путин держит ядерное оружие в руках и может всех нахлобучить. Поэтому такая форма развлечений тоже, я считаю, вполне приемлема. В Свердловской области между поселками Сарга и Сабик горит лес. И очень сильно горит железную дорогу. Я так понимаю, сейчас принимают решение останавливать там или движение по железной дороге или нет. Это не мы. Ну, по крайней мере, я не знаю, кто это сделал. Воронеж, какой-то крупный пожар. Ну да, я уже говорил, подожгли поддоны. Там последняя информация была, сгорело полторы тысячи квадратов, но пожар не потушили. Да, я думаю, что... Ну, не знаешь, во что это выльется. Ну, партизаны, что же не дремлет? Одни тушат, другие поджигают. Я думаю, что те же самые уже еще что-нибудь подожгли. Да уж люди сейчас, конечно, действуют очень активно. И слава богу, и дай бог им здоровья. И желаю еще больше активности. Продолжение следует...